Проходите, расстаживайтесь на свободные места. И, наверное, я уже приглашу, позову Михаила Беляева, руководителя подразделения «Эсэцпитрикс» в Петербурге. Он расскажет нам про проактивный маркетинг. Друзья, весьма здравствуйте. Мы уже смотрели, скорее всего, либо в этом зале, в трансляции, либо в том. У меня сегодня действительно идея не такой доклад, он относится к продукту. Я буду говорить и про продукт, и про идею. И у меня здесь должна проявиться красивейшая презентация, которой ни у кого никогда не было. Да, через минуту так говорят. Я всегда видел мобильные технологии. Если у вас есть приложение «Битрикс фонд», то там есть этот доклад. Он волшебный, да, он существует, он здесь будет. В программке меня подвинули, видимо, правила хорошего тона. У нас есть приглашенный спикер, из Москвы приехал Михаил, перебудил партии, и он в параллельном зале выступает. Видимо, решили поделиться в аудитории и не перетягивать. Ну окей, мы сегодня будем разговаривать про проактивный маркетинг. Я расскажу, каким образом мы это видим. Что такое проактивный маркетинг? Маркетинг, продажи, CRM и 34. Это понятие в принципе связок. Не похож. Не. Колтура. Не похож. Ну да, либо даже совсем не по этому. Давай, хорошо. Тоже не то. Бумажка. Бумажка, конечно, сложная. Шайтан. Оно? Огонь. Огонь, шайтан, вообще, да. Сейчас, смотри, будем встречать. Нормально? Сходимся. Окей. Нет. Заменить. Я другой куша знаю совсем. Значит, о чем мы сегодня вообще поговорим? Откуда мы говорим про проактивный маркетинг? Такой ключевой посыл я хочу донести в самом начале. По нашему убеждению закончилась эра, эпоха, время, период, когда можно было ждать выходящих. Можно было работать на выходящих. То есть ты дал объявление, например, какое-то сидишь, ждешь. Или вообще не давал объявление, тебя просто каким-то образом знают, и к тебе клиенты возвращаются. Я сейчас буду несколько статистических цифр приводить на слайдах. Это вот 77% брошенных корзин. В 2017-м в прошлом году делали исследование рынка, и получилось, что брошенные корзины – это 77% в интернет-магазине. Это касается онлайн-торговли, по плане очень похожие ситуации. Онлайн, поскольку больше измерим, еще одна цифра – время, то есть количество кликов до покупки, сколько человек проводит на сайте и столько времени для того, чтобы определиться, увеличилось на 12%. Это означает, что импульсных покупок становится меньше. Человек больше сравнивает, больше анализирует, вдумчивее читает и смотрит информацию на сайте. Такая же картинка происходит и в оффлайне – онлайн-отражении. Ну и еще одна цифра, вернее, не цифра даже, а переход к оффлайну – это впущенные сделки. Как мы говорим, брошенные корзины – онлайновский термин. Человек пришел, начал с вами общаться, выбрал товар, положил в корзину, но не завершил покупку. Очень часто то же самое происходит и в оффлайн-бизнесе, когда вы начали переговоры с потенциальным клиентом, доверили его на какой-то стадии, но не конвертировали. То есть процент конвертации снижается. Это видно по разным исследованиям. Трафик становится дороже. Это вот тезис, который подтверждил уже много раз. Если вы занимаетесь покупкой трафик, то увидите, что с каждым годом трафик в вашей категории становится все дороже. Частично потому, что конкуренция растет, потому что люди осваивают новые инструменты. Вытащить просто так большое количество трафика становится очень дорогим удовольствием. В некоторых отраслях такого большого объема трафика просто нет. Поэтому мы вынуждены работать с конвертацией. Во что нужно вкладывать в свою усилие конвертация? Это статистика, опять же, исследования большого прошлого года. Компании, которые, говорят, возвращают обратную связь, как они себя чувствуют. 18% компаний не могут конвертировать лида в клиент. У них не хватает. Они понимают, что есть ли ты. Но дожать от них получается по разным причинам. Мы про причины потом еще посмотрим. 15% не могут привлечь достаточную трафик. Когда я говорил, что в вашей отрасли может не быть достаточно на трафик. Есть, например, 10 тысяч пользователей. Это вся емкость ваших трафиков. Вы не можете купить больше. Фактически и нет. 8% не могут захватить желаемые виды. То есть они видят эти виды, но не могут их взять в работу. Про причины тоже немножко поговорим. И получается, что получение трафика, покупка трафика, привлечение нового трафика это не та отрасль или не тот фокус, на который стоит сейчас обращать внимание и развивать. Фокус в том, чтобы сделать связку. Неслучайно мы и продукты мы идем сейчас к связку в интернет-магазин плюс CRM. Поскольку отдельно эти продукты уже плохо существуют. Они необходимы в интеграции. Бизнес-сценарий. Теперь давайте немножко про воронки, конверсии. Скажите, кто из вас относится больше к продажам? Кто к маркетингу? К маркетингу. Вот так. У вас продаж больше. Хорошо. Мы все равно говорим и с той, и с другой стороны. Но там есть подвох. Я подвох на следующий слайдер шифрую. Воронки, классические CRM воронки, они строятся по разным критериям. Могут строиться по всей компании, могут по конкретному менеджеру. Конвертации в общей компании на 10%, например, а у менеджера больше или меньше. Мы делаем выводы – хороший, плохой менеджер. На разных ставках. Они могут строиться по продукту. В одном продукте вот такая конверсия, в другом – такая. Они могут строиться по отделу, по разделению, могут строиться по разным девайсам. Мы показываем у себя, например, в интернет-магазине конверсию при просмотре вашего сайта с разным девайсом. С десктопа, с обычного компьютера у вас конверсия может быть выше, а с мобильного телефона ниже. Почему? Ну, потому что за мобильным телефоном, например, неудобен этот сценарий. Я не могу пройти 10 шагов, а я в машине или еще где-то. Или вы не адаптировали в достаточной мере сайт под монетами и прочим. Так тоже бывает. Вот эти воронки строятся, они понятны. Я думаю, что те, кто продаж не занимается, а у вас большинство здесь сейчас. Они поднимаются из воронок. Теперь давайте посмотрим, как соносятся друг с другом маркетинг и продажи. Вообще, это очень интересная тема, она мне очень нравится. В ближестве компании идет такая война не глаз. Маркетинг что должен делать? Он должен принести виды, а продажи должны принести деньги. И вот когда начинают объяснять, почему итоговый результат не получен, продажи говорят, что маркетинг какие-то принес. Ну, такие, да. К этим видам они хотели спросить, как доехать до вашего офиса, а они продают. Или вы им в рекламе наобещали такого, что продукт в принципе не может, конечно, и привлечь можно, а обработать нет. А маркетинг про продажи что говорит? Продавать. Продавать научитесь. Вот это вот. Мы вам что принесли? Смотрите, вы комментарии почитаете, которые они там оставляют, вы дожать не можете. Значит, и истинга где-то посередине. Пока их не объединяешь, например, общей целью, и пока это не одно и то же, и не одна система. Правда, нигде не найти. Давайте маленький тест. Это классическая модель АИДа. Привлечение, внимание, возникновение интереса, следующая стадия, там желтая, синяя. Это принятие решения о покупке взаимодействий с вами. И последнее, это действие. Покупка, например. Если мы говорим про разные сферы. В какой-то части обороны работает маркетинг, а в какой-то продажа. Я сейчас попрошу вас обратную связь немножко подавать. Первая модель. Маркетинг вашей компании отвечает только за то, чтобы сформировать общее информирование. Это называется узнаваемость бренда. Знают про вашу компанию или нет? Вся остальная часть, начиная с сформирования потребностей, возникновения интереса и дальше, лежит на продажу. Вот у кого маркетинг занимается только брендом? Три человека. Окей. Значит, следующая история. А все с нами продажи уже делают, да? Класс. Значит, следующая история. Маркетинг занимается и брендовой историей. То есть они говорят, какой классный бренд. Интересный, красивый, какие интересные продукты. И говорят, например, занимаются акцией. Смотрите, какой прекрасный новый продукт мы выпустили. Познакомьтесь с ним. Это гаджет, который делает вауэффект совершенно. У кого в маркетинге задача и рассказать саму компанию про бренд, и про продукт, сформировать интересы. Угу. Третья история. Кто идет на шаг дальше? У кого маркетинг занимается тем, что информирует на бренде, формирует интерес и подходит к принятию решения. Да. И последняя история, которая доводит до конца. Есть такие, у кого маркетинг отвечает за весь цикл вообще? Продаж нет. Интернет показатель есть у кого? Продажники отвечают за продажу. Нет? Почему вы не понимаете? Есть отрасли, где... О чем вообще этот слайд? Это слайд о том, что все перемешано. Нет у вас в компании отдельно маркетинга, который вот там, и отдельно продаж, который вот там. Это очень связанные понятия. И в каждой конкретной компании зона ответственности, она персональная. Она находится где-то между. Поэтому, если это не общая воронка, если это не единая система, невозможно построить нормальные взаимодействия между одним подразделением и вторым. Это ключевая инстагене. Каким образом, ну так так, если продажа без маркетинга все-таки одно целое, это одна цепочка, звенья одной цепочки. Каким образом, они идут к результатам? Еще одно исследование, я сегодня много засыпаюсь на разные цифры, чтобы там просто подвигнуть к действиям. Там мы сегодня про идею и действия. Идея возникла, класс, был скинул, чтобы ее воплотить. Значит, люди, компании, вернее, которые занимаются автоматизацией продаж, у которых есть выстроенная такая цепочка, получают вот такие бонусы. Там три бонуса волшебные. Плюс 27 прибыли. Знаете, там, жизненные силы, бессмертия и всего остального. Это примерно та же самая история, только в бизнесе. Плюс 27 прибыли. Плюс 36 удержание существующих клиентов. Что это? Это возврат факторной продажи. Плюс 36% факторной продажи. Это же космос. И последние 38% это количество выигранных сделает. Они лучше конвертируют. Круче это делают. В единой системе очень просто ответить на вопрос, лиды плохие или продажи не очень. У вас есть скорость реакции? На лид. Есть в системе. У вас можно послушать звонок, когда продажник перезвонит, говорит, вы проявляли интерес, скажите, а ему отвечают. Все это можно проверить. Это единая целая, единая система. Поэтому все работают эффективнее и лучше. Маркетинг в итоге работает на две большие цели. Если так глобально смотреть. Первая цель – это генерация новых лидов. В верхней части воронки маркетинг добавляет много-много новых лидов. Мы сейчас посмотрели, что у всех функций маркетинга может быть отдельных маркетингов, там может быть продажа. Но тем не менее, маркетинг целится только лидогенерацию. Новые клиенты, которые обратили внимание и с ними можно взаимодействовать. И второе, очень большое – это работа с существующими клиентами. У вас есть база, и вам в маркетинге нужно быстрый процесс взаимодействия. Много-много различных контактов. Мы знаем, что есть разные теории – семи контактов, одиннадцати контактных цепочек, на которые раз покупают. И вот количество этих контактов может быть разным у вас в отрасли, но тем не менее, чем больше взаимодействия, чем больше контактов, тем сильнее связь между клиентами и вами. Хорошо. Как мы собираем лиды? Мы про интернет немножко сейчас говорим. Есть простая схема из трех шагов, условно. Мы делаем лендинг, посадочную страницу, и что-то туда приходит интернет-трайм. Если это не уплайн бизнес совсем, если мы хотя и уплайн бизнес сейчас приходим, да, мы оставляем заявку, а потом уже приходит уплайн. Второе – это подключение. Мы это называем открытыми линиями, то есть онлайн форм. Процесс коммуникации между вами и клиентом усложнился к несчастью для бизнеса, к счастью для клиентов, которые этим пользуются. Я могу выбирать удобный для меня формат. Я хочу, чтобы компания была в соцсети, мне не важно, удобная компания или нет, я хочу там коммуницировать, а поскольку конкуренция есть, то там есть компании, которые мне ответят, окей. Я хочу по старым каналам коммуницировать, по почте, по мобильному телефону. Так мне удобно. И бизнес вынужден идти в эти разные каналы. И третье – это автоматизация. Когда вид попал к вам, к вам внутрь, к Воронину, вы должны его правильно сконвертировать. Помните статистику, что есть компании, которые не понимают, как они теряют виды, пропускают. И статистика, мне кажется, еще такая, это оценка самих себя компаний, а себе признаться в том, что ты получил 100 лет и половину из них потерял – болезнь. Нужно самокритический склад, полный момент достаточно. Хорошо. Первый шаг. Я сейчас буду к продукту относиться, мы же сегодня про D324, хотя и про смысл выбор идей тоже. Первый шаг мы делаем сайты лендинга. Вообще только что мы видели в большом релизе, каким образом строятся и сайты, и лендинги, и мы целимся в том, что в облаке D324 будет полноценный тренд показать. Но тем не менее, мы пока говорим про ледогенерацию. Сегодняшние коллеги будут показывать инструменты сайта и создание сайтов, может у нас на демо стенде посмотреть у себя в продукте, если бы есть. Там есть разные шаблоны, есть даже готовые сайты, которые партнеры уже сделали, готовы отдавать в сверстном варианте. Много-много разных бонусов, я отдельно проходиться не буду, тем более, что мы в презентации едем. Второй шаг – это подключение основных каналов коммуникации. Я говорил, что бизнес вынужден идти в разные каналы. Они классические, как клиенты привыкли прийти к вам в офис, позвонить вам или написать вам письмо. И, конечно, да, вы присутствуете в этих каналах, вы должны отвечать на письма, должны отвечать на другие линии. Но это и не стандарты, то есть новые мессенджеры, например. Давайте еще один вопрос. Знаете ли вы, как быстро нужно ответить на входящее сообщение к вам, на входящее обращение, в запросах информации по вашему бизнесу? Есть какие-то данные? Можно два дня выбирать отмечные предложения? Или нужно в течение часа сделать? Час максимум. Час максимум. И с какого канала приходит вам сообщение? Входящие. Звонок. Письмо. Письмо. Письмо, час максимум. Окей. У кого сколько еще? Зависит от продукта. Потому что чем важнее, чем больше. Понимаешь, что все относительно в мире, да? Какое-нибудь за что было платиться? Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Такой канал. Письмо. И письмо. И письмо. Письмо. Да. Письмо. Письмо. Пятнадцать минут. Представляете, как все перевернулось? Вообще недавно стандартно, когда письмо пишет тебе компания, ответить до вечера, это вообще норма. Ответить на следующий день, ну тоже нормальная история совершенно. А вот сейчас близко заговорить, что час или пятнадцать минут на выходящее сообщение независимым каналам. Представляете, какая скорость космическая пошла? Насколько быстро нужно реагировать? А если мы говорим про социальные сети, то эта скорость еще, в основном, быстрее. Почему? Затреск уменьшается. Я смеюсь, что даже классические большие институты, например, Почта России, гиперсифицируют эту историю. Если я напишу им претензию в письменном виде, они могут рассматривать ее, ну, 30 дней, а потом дать меня. А вот если я затрекаю их в Фейсбуке, то они приходят в течение нескольких часов, ну, часа, двадцать, ну, сколько. Да? Есть разница даже в одного и второго подразделения. Хорошо. Они, в общем, не стоят. С моей стороны, они не сильно бизнес-ориентированы. Но тоже меняется, если честно. Хорошо. Идем чуть-чуть дальше. Значит, что позволяет делать открытые линии? Ключевая история, они позволяют все эти каналы привести в одну точку. Давайте, чтобы я вам эти очевидные вещи сильно не рассказывал, кто пользуется 1414. Хорошо. Я понял. Давайте маленькое видео, на видео, показано, ну, олицетворение, что происходит в этом же видео. Там же показывано олицетворение. Хорошо. Будем олицетворять видео. С левой от вас мобильные телефоны. Это клиентские девайсы. То есть клиент пишет вам из блокного канала. Это может быть мессенджер, фейсбук, контакт. Это может быть телеграм или еще что-то. И он отправляет вам сообщения. Например. Посередине есть доступный компьютер. Это рабочее место вашего номера. Георгически он и через мобильный телефон может это делать, но большое количество текста через мобильный телефон нельзя набрать. Если сообщения редкие, отличный фейсб. Если все-таки это достаточно много сообщений, то, конечно, доступная версия. Из всех каналов приходит в одно место, в CRM, на рабочее место вашего менеджера такие сообщения. Он отвечает там же в чате и сообщением уходит в удобную среду для клиента. То есть если клиент написал телеграмму, то в телеграмму ему придет ответ. Клиент не покидает удобную ему среду интерфейса. Менеджер тоже не покидает. Вторая прелесть в том, что все эти данные хранятся в интерфейсе. Ну и третий, последний шаг – это автоматическая обработка сделок. Почему я спрашивал вас, насколько быстро бизнес должен среагировать на входящие обращения? Есть еще одна статистика. Покажу, можно повсматривать цифры. Презентацию потом раздадим. Но это статистика по брошенным корзинам и конверсии в зависимости от времени реакции. Там начинается до часа, потом час, два часа, четыре, двадцать четыре и больше двадцать четырех. Самое эффективное, если брошенным корзином отработали в течение часа. Вот 6.33. Причем не сразу же через десять минут отправили, а час прошел и после этого я сообщил. Потому что, наверное, я полагаю, хотя вложение, в течение десяти минут я, может, еще бегаю по сайт, не завершился, ушел, может, еще вернусь, не закончил покупку, в таком формате. А час самое эффективное. Если у вас большое количество таких обращений или брошенных корзин, вы не можете это сделать в ручном режиме. И не нужно это делать в ручном режиме, потому что можно это сделать автоматикой. И вот показывали и коллеги сегодня в презентации, я немножко поговорю о том, что автоматическая обработка тех действий, которые нужны, она очень помогает вам. К точкам роста. Что такое точки роста у нас сейчас? Еще статистика. 25% компаний внедряют CRM. Представляете, всего 25 компаний внедряют CRM. Из них 11% компаний автоматизируют маркет. То есть термин внедрить CRM, он такой очень условный. То, что у вас появилась CRM-система компания, не значит, она не уберена. Вот показатель следующее. Немножко ускорюсь. Значит, задача директора по продажам, вот теперь продажа маркетинга готова, да, выстроить цепочки. Правильно конвертировать, быстро конвертировать, провести во всем стадиям, которые у вас есть. 2, 2, 12, да. Но все, что было четко совершенно. Задача директора по маркетингу, лиды и касаниям. Усиливать эффективность этих касаний. Про роботов давайте я сразу покажу на этом маленьком видео. Видео уже? Ну хорошо. Давайте на простом слайде, который будет виден. Значит, это видеослайд волшебный. Видео, текст непростой. На котором нарисованы 3 блока роботов, которые есть 3 видов 24. И коллеги тоже сегодня будут говорить об этом. Поэтому я обзор. Первое – это блоки, связанные с помощью продавцу. Я говорил про время, скорость реакции. Робот может либо автоматически ответить через 15 минут что-нибудь для быстрой коммуникации, что клиент понял, что да, мой запрос услышал, меня обработает. Либо он может подсказать менеджеру этот контроль времени, что в течение часа этот вид не обработан. Сделай что-нибудь. Может сообщение написать, может еще что-то. Он может передать этот вид более свободному менеджеру. То есть он знает, что этот менеджер не справляется, час прошел, он нет, он передает автоматически передает. Это длит другому человеку, который его обработал. Робот для связи с клиентом. Например, сервисное сообщение. Ваш автомобиль готов. Забирайте тогда. Ваша заявка выполнена. Следующее действие такое. Пожалуйста, вы можете настроить автомат. И роботы для рекламы. Вы можете целиться тех клиентов, которые находятся на разных стадиях вашей воронки, для того, чтобы греть их через рекламный канал. Пролезнем, как это выглядит? Есть. Теперь большой-большой блок – это работа с текущей собственной базой. Мы говорим, что у нас есть CRM-маркетинг, который научился работать с большими базами, научился сегментировать. У нас есть два типа сегментов – статический и динамический. Что это такое? Статический сегмент с жесткими признаками. Например, гендерными. Мы разделили на мужчин и женщин, и кендерным праздником делаем рассылки. Эти фиксированные признаки, они не меняются. Или место жительства. Тоже чаще всего фиксированный признак. Переезды не так приличны. А есть динамический признак. Клиенты, которые покупали у нас в последние три месяца. Он же каждый раз разный будет динамический признак. И каждый раз перезобирается. И эта система умеет делать. И вот таким образом мы можем целиться в этих клиентов и email-рассылками, и SMS-рассылками, и месседжами. Много-много всего. Детально про инструменты рассказывать не буду. И вы знаете, и поделитесь сегодня немножко по этому. Мы отправляем рассылки. Используем шаблон для лендинга. Пожалуйста, у нас есть статистика про рассылки. Все красиво, с SMS-ками тоже интегрируется. У нас есть голосовой абсалон, знаете, внутри продукта. Можно попросить робота, чтобы он голосом позвонил, голосом мужским и женским, и сообщил какую-то информацию. Вы ее можете текстом написать, он ее озвучивает. Тоже прекрасная история, когда не нужен персональный маркетинг. Если у вас не экспертные продажи, не дорогие продажи, а массовые, то можно отлично сойти. Это голосовой информирование. Так, ну и подбираясь уже к завершению, к рекламе CRM-а, подведем небольшой итог. CRM-маркетинг, который есть внутри продукта, успешно сегментирует аудиторию. По статическим признакам и по динамическим признакам. CRM-маркетинг умеет коммуницировать с клиентом через разные каналы. Через email-рассылку, через SMS-рассылку голосовыми звонками. С мобильными телефонами. Он умеет автоматизировать. То есть система умеет настроить своих роботов так, чтобы часть действий, они ведали за вас. Максимально быстро, автоматически, без человеческого фактора, который постоянно дает корректировку, чаще всего, не в больших сторонах. Как я случаю, бывает так. Мы понимаем, что CRM-маркетинг, правда, повышает эффективность бизнеса. За счет того, про что мы сегодня поговорили о чем скорости, за счет отсутствия человеческого фактора, за счет того, что вы ведете человека к обороту. Идете к клиенту и конвертируете его правильно. И с того, что я хотел сказать, у меня все, повторю ключевую мысль. Спасибо большое. Важно почувствовать себя в школе спикера, которого тоже гонят за сцену, да. Спасибо, друзья. Так, готовьте к вопросу, если вдруг у вас они есть. А пока я начитаю вопрос по памяти. Веб-вопрос. Есть ли какая-то методика, как понять, как уже листичь из контактов, листичь из компаний в CRM? Бит и бибродажи. Бит и бибродажи – это компании или контакты. Да? Здесь очень простое разделение. Если вы работаете с из лицами, то это, конечно, контакты. Если у вас интернет-магазин, у вас траектория B2C, то вы работаете с конкретным контактами. Если у вас компании, то, конечно, вы работаете с двумя сущностями сразу. И с компанией, и с контактом. Потому что у вас есть контакты компании, которые не меняются, там, сайт, телефоны, общие входящие компании. А есть сотрудники, которые могут меняться, и которых может быть не один человек. Поэтому, конечно, в формате B2B вы работаете с контактом плюс компанией. Спасибо большое. Нет, пока больше вопросов? Есть. Продолжение. Это мой вопрос по поводу ведения компании. Да. Второй вопрос. Есть ли практика у вас работы и использования 3x24 с SRM, то есть supply. Про сервис упоминает, да? Да. Есть сейчас компании, которые используют в качестве сервиса. То есть в сервисе такое ключевое отличие. Стадий, наверное, не очень много на пресейле. Или есть стадии? У стадий нет. Просто сейчас стоит задача именно закупки автоматизировать. А, я понял. Supply. С. Все, SRM, не SRM. Да. Нужно посмотреть на детализацию. Вот такие задачи. Если она достаточно простая по механике, то она может положиться в CRM. Но есть нюансы, когда закупка очень сложный процесс. Например, с тендерной процедурой, с согласованием цены, котировок и много-много всего. Тогда, конечно, топовая CRM не тот формат, который можно положить в процессе. Это либо доработка, либо смотреть специализированную SRM-систему. С. Чтобы нам совсем не сбиться с графика, мы сейчас Михаилов зовем следующего спикера. Михаилов никуда не уходит. У него еще одно выступление. У нас здесь. Вы можете найти его и прям вся поза задать. Я с вами был Дэй Михаилов. Спасибо. 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 Спасибо.